Я вас категорически приветствую, Алексей. Привет. Привет. И я вас приветствую категорически. Наконец-то мы встретились. Посредине этого разгула давай хоть о чем-нибудь хорошем поговорим в конце концов. Сто лет тебя не видел. Пока я болел. Ты болел, я болел. Да, как-то болезни навалились. Да и международная обстановка дает себя знать. Отринем. Отринем. Давай про музыку. Про музыку. Мне страшно даже начинать. Потому, что такое количество любителей этой музыки в нашей стране... Мы сами такие. Мы сами такие. Даже мне страшно. Слово скажешь, сразу тебя зарежут. Смешают с викариями. Потому, что про группу Квинн начнем разговаривать. Слушай, я хотел, кстати, начать с чего? С фильма «Богемская рапсодия». Ты, наверное, обсуждал ее уже раз сто. Смотрел. Роликов не было. Я все собирался. Собирался. Тебе как? Ты знаешь, мне дико понравилось. Чем? Причем я смотрел, по-моему, три раза. Если мне не изменяет память. Потому, что два раза я смотрел в кино обычном. Сначала я смотрел с женой. Потом я смотрел с дочкой, которая любит очень Квинн. А потом я посмотрел на английском языке его в кинотеатре «Аврора», по-моему. Ну, на английском языке, конечно, лучше. Потому, что... Сомнений нет. Потому, что с субтитрами я английский не ловлю так сходу. Я не очень хорошо его, мягко говоря, знаю. Но с субтитрами, конечно, оно правильнее. Потому, что интонация, дубляж вообще убивает. Ну, что делать? Я извиняюсь, конечно. Я не автор дубляжей. Хотя некоторые сделал. Их хвалят. Мне очень понравился этот фильм тем, что он... Какая-то идеальная легенда. Это то, как мы представляем себе эту великолепную группу. Потому, что если вообще боюпики о рок-музыкантах... По-моему, говорили об этом уже. Про боюпики о рок-музыкантах. Ты не поверишь. Не все смотрят все ролики. Ай-яй-яй-яй. Расскажешь заново. Это заметит десять процентов. Как не стыдно? Как вам не стыдно? Не смотрите все ролики. У меня нет слов. А потом, как говорил Хаджан Асреддин, истина не тускнеет от повторения. Так что... Так вот, боюпики о рок-музыкантах – это дело чрезвычайно сложное и неблагодарное. И... Удачных я, честно говоря, и даже затрудняюсь... Я тебе даже больше скажу. Вспомнись. Вот есть две замечательные книжки про горячо любимую группу Led Zeppelin. «Молот богов» и «Лестница в небо». Одну писал человек-сторонний, другой практически соучастник. Когда граждан из группы Led Zeppelin на протяжении десятилетий спрашивают, а там правда написано? Они дружно отвечают. Мы не читали. Я не знаю, что там написано. Нравится вам читать? Вот такое читайте. Мы? Нет. Почему? Ну, потому что даже если, например, правда, то автор может придать этому какой-то специфический угол зрения на произошедшее, может переврать, может дофантазировать еще чего-то там. И в результате даже реальные события превратят в такое. А уж сколько выдумают, это там не отмоешься никогда. Поэтому вопрос крайне сложный. Нет. Вот если вспомнить все более-менее известные боюки... Извини. Перебью. Это даже как по жизни. Если мы рассказываем какой-то смешной случай из жизни нашего друга. Условного Сереги. Страшно смешной случай. И все ржут. Нам смешно. Это смешной случай из жизни Сереги. А с точки зрения Сереги мы распространяем про него гнусные сплетни. Серега не будет рад такому. Да. На самом деле тут немножко по-другому все выглядит. В силу того, что у меня же были попытки снять фильм про Цоя. Вот. И мы работали с моим коллегой-продюсером больше десяти лет с этой идеей ходили. И у нас утвердили сценарий. И там ряд серьезных продюсеров больших это дело поддержали. А потом мы отказались по разным причинам. В первую очередь по финансовым. Потому, что это чрезвычайно дорогая история. Это историческое кино. Восьмидесятые годы. Это все... Антураж. Это все очень дорого. Вот. К фильму «Лето» мы перейдем. Я... Вторая часть этой истории. Вот. Но... Но... Во время работы над сценарием, над картиной мы поняли абсолютно точно, что чем дальше от реальных событий в аюпик, а рок-музыканте, тем лучше будет кино. Потому, что ничего нет скучнее, на самом деле, чем реальная история какой-нибудь рок-группы. Для кино. И для книги, кстати, тоже. Есть. Ничего нет скучнее для художественного произведения, чем пересказ реальных событий тех, которые случались. Те, которые происходили с группой. Потому, что... Что такое работа в рок-группе? Это репетиция, концерт, студия. Репетиция, концерт, студия, тур. Тур, репетиция, концерт, студия. И все это абсолютно одинаково. Даже те, так сказать, замечательные, смешные истории, казалось бы, которые приходят в туре. Кто-то напился, кто-то сломал дверь в отеле. Что-то еще. Что-то еще. Как у группы Ху. У разных металлических групп. Это все повторы, на самом деле. Кино должно все время... В кино что-то новое все время должно происходить. В каждой сцене. Да? Должно как-то развиваться. А здесь все пойдет вот так вот. Все с повторами. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму, что называется. Да. Все будет ровно, ровно, ровно то же самое. И кино из этого не сделать. Поэтому, чем больше движение в сторону легенды в кинематографе о рок-группе, тем кино интереснее. Тем оно лучше. И тем оно кажется правдивей. Как ни удивительно. Потому, что если взять фильм Рэй. Например, замечательно. Ты видел, наверное. Конечно. Замечательное кино. Прекрасное. О чем оно? Оно не пересказывает события. Оно о том, как хороший парень боролся с героиновой зависимостью и победил ее. Основная история этого фильма довольно-таки притянутая за уши. Потому, что истории-то другой нет. Рэй Чарльз играет в клубе. Потом Рэй Чарльз играет в большом зале. Потом он опять играет в большом зале. Потом опять играет в большом зале. И потом, наконец, опять играет в большом зале. Вот и все кино. Если убрать вот эту линию наркотиков, там ничего не останется. Останутся только его пластинки, которые прекрасно мы слушаем, любим, наслаждаемся этой музыкой. А истории как таковой не показать. Ну, либо мрачная чернуха получится, в общем-то. Про фильм «Дорс» тоже большой вопрос, если убрать оттуда... То есть, ру-группа и рука-артист – это, в первую очередь, музыка. Убрать музыку из «Дорс», что там останется? Ничего не останется. Мягко говоря, странные вещи останутся. Да, ничего не останется. Главное – это музыка, главное – это пластинки и концерты. Если кому-то посчастливилось сходить на «Дорс». Поэтому это тяжелая история. Я тебе рассказывал, как я ходил на могилку Джима Моррисона на кладбище «Перлашет». Медурган живет в Париже. Жил тогда. Очень хорошо говорит по-французски. Так что местные его за своего все время принимают. А французы резко отрицательно относятся к людям, которые не знают английского языка. Ты даже не папуаса, а фактически обезьяна сразу. И мы, короче, бегаем-бегаем. Я на карту не посмотрел, где могилка. Бегаем-бегаем. В одну сторону, в другую сторону. Ну, нет. Видим? Стоит мужик, подметает дорожку. Мы к нему. И другом спрашивают. Извините, а не подскажете, где могила Джима Моррисона? Его аж перекосило всего. А сейчас по этой аллее пойдете обратно. Увидите толпу дегенератов. Это, говорит, оно. Ну, я захихикал. Побежали обратно. Идем. Чую. Дух Ганджубаса просто, ты знаешь, висит. Я говорю, Фил, правильно. Идем. Подходим. А там не дегенераты. Там стоят толпа туристов из Америки. Все там за сороковник точно. И американская экскурсоводша им говорит, а вот здесь похоронен Джим Моррисон. Величайший американский поэт двадцатого века. Ты что, дура, что ли? Ты что? Причем музыка хорошая, стихи интересные, но как ты можешь говорить? Величайший поэт. И они, ругаясь, пошли прочь. Ну, вот могилка аккуратная. Ничего там. У Шопена могилка покруче, так скажем. Огороженная этими. Знаешь, как на демонстрациях. Этих заборчики ставят, потому что набегающий народ безумен. И все вокруг вытаптывают, как стадо слонов. Там какой-то полковник рядом похоронен. Полковника просто жалко. Потому что на нем все время стоять будут, если не поставить забор. Ну, как-то вот так. Ну, вот. Да. Значит, пойдем дальше. Про Битлз я не знаю ни одного фильма хорошего. Хотя, пару картин я видел. Ну, как-то это все совсем скучно смотреть. Ужасный фильм про Хендрикса я смотрел художественный. Ужасный. Который шел малым экраном у нас. Совершенно ужасный, скучный, неинтересный. Хотя казалось бы, Хендрикс это вообще космос. Вот. Удивительная картина Антона Карбайна под названием Контроль. Не видел ее, наверное. Про Joy Division. Которая хорошая, но интересная только фанатам Joy Division. Потому что... Может, фанат Карбайна. Истории там, в общем, как бы нет. А Карбайн молодец. Он назанимал денег. Распродавал там кучу своих всяких авторских прав. На свои фотографии. На прочем-прочем. Снял за свои деньги эту картину черно-белую. Контроль. Вот. Если вы любите Joy Division, да. Смотрите смело. Остальным зрителям это вообще неинтересно. И непонятно, про что вообще. И кто эти люди. И что там происходит в этом кино. Совершенно непонятно. Вот. Возвращаясь к Цою. Хотя мы говорим о Квинт. К фильму Лето. Которому мне не нравится ужасно. Мне вообще творчество Серебренникова далеко не близко. Скажем так. И даже скорее отвратительно. Как режиссера. И это вовсе не потому, что ты во что-то не врубаешься. Есть люди, мысли которых лично мне не интересны. Таких много. Точно так же, как есть другие люди. И которые мои мысли вообще по барабану. Это нормально. Да. Но сам фильм Лето. При всем моем негативном однозначном отношении к нему. Он в общем в правильную сторону сделан. Потому, что там нет ни слова правды. Ни кадра, так сказать, правдоподобного. Это чистая легенда. И это абсолютно правильный подход. Абсолютно правильный. Потому, что у нас не хватило смелости переврать все события, которые происходили с группой кино. Выдумать новые. И что-то такое снять. Поэтому мы уперлись в сценарий. Посмотрели. Потом смотрели, смотрели. И решили, что нет. Это, наверное, будет неинтересно все. Вот. А Серебрников, поскольку человек далекий от этого. И ничего в этом не понимающий. Абсолютно. Он снял легенду. Как ему казалось, как бы это могло бы быть. Наверное, такое. И это легенда. Правильно. Да. Люди смотрели. Им интересно. И хорошо. И пусть будет легенда. Как сказал Каспарян, кстати, в одном из интервью. Уже после смерти Виктора. Он сказал... Вокруг группы творится легенда. И мы в ней участвуем. И все. И... А что там было? Как на самом деле? Что? Это наше личное дело. И мое. И его. И все. И никому это, по большому счету, неинтересно. Интересна вот эта легенда, которую люди придумали. И в кино. У Серебрников это и получилось. Что и получилось с «Богемской рапсодией» только лучше. Чем у упомянутого отечественного режиссера. И я отдаю должное мужеству художественному вкусу и... И прагматизму даже музыкантов группы Queen. Которые принимали участие активное в создании этой картины. И сделали именно то, что сделали. Сделали легенду, которая к реальным событиям очень условно имеет отношение. Потому, что если снимать подробно, кто такой Фредди Меркури. Фредерик Бульсара. Как он играл в трех группах до встречи с Брайаном Мэем. Он уже был достаточно востребованным музыкантом. Хотя... Это был такой клубный уровень. Что такое клубный уровень? Группы, в которых он пел, играл на фортепиано. Знали. На них ходили. Он был музыкант. При том, что он учился в колледже. Зачитил диссертацию в конце 60-х уже годов. Вот это все показывать в кино. Это как-то... Во-первых, это очень долго. Кино все-таки ограниченный формат. Хронометраж имеет. И вот мы начнем показывать, как... Извините за нестромность. Приведу в пример себя. В чем заключается работа? На протяжении примерно 20 лет я сижу по 16 часов в сутки. И что-то стучу по кнопкам в компьютере. Вот это моя работа. Время от времени мы куда-нибудь ездим. Там мы, естественно, бухаем, резвимся, веселимся. Такие фотки я вешаю в Инстаграм. Создается впечатление, что я непрерывно бухаю. Куда-то езжу. И у меня не жизнь, а сплошной праздник. Нет праздника. Я 16 часов глядя в монитор. А про что кино? Непонятно. Они же это... Как его? На них сначала напал Саша Бэрон Коэн. Ну, ты знаешь Сашу Бэрон. Да. Который этот... Блин. Башка с утра вообще не варит. Бород. Бород. Ну, это да. Что типа я сыграю. Давайте. Ну, они решительно отвергли. Потому, что Саша хотел все это... В мрачную пучину героиновой наркомании и гомосексуализма и прочее. Но отвергли. Решили обойтись без него. Сделали сами. Как-то так. Правильно ли? Я вот под таким углом, как ты, честно тебе скажу, даже не задумывался. Нет. Мне кажется, правильно. Потому, что... Эта картина полностью соответствует тому, что люди чувствуют и представляют, слушая вот эти пластинки. Вот этот бесконечный праздник. Бесконечная красота этой музыки Квин, она как составляющая картины Вагемской рапсодии, она и присутствует. То есть, без чернухи, без каких-то... Без занудства. Потому, что... Ну, я еще раз повторяю. Вот давайте мы снимать, как в трех группах пел, значит, Бульсара. Как он защищал диссертацию. Как он учился в колледже. Значит, все вот это... Это документалистика называется. Да. Какой ты туда приплетешь сюжет сквозной. Вот как ты сказал, что здесь я с героиновой зависимостью все кино борюсь. Правильно, неправильно. Это совершенно мимо. А тут какая сквозная тема? Неясно. А здесь победа сильного человека. В первую очередь. Во вторую очередь артиста уже. Победа над болезнью. Над своей зависимостью. Над своими комплексами. Над тем злом, которое в нем произрастало. Он все это побеждает. Выходит в 85-м году на Уэмбле. Значит. И уходит победителем. Что абсолютная неправда. По фактологии. Вообще. Потому, что после Уэмбле... Еще работа и работа была. И в 86-м году они играли на Уэмбле. После 85-го. После вот этого Life 8. Был грандиозный концерт. На том же самом стадионе. При таком же количестве зрителей. Сольный концерт Queen. И после этого альбомы. И песни. И все-все-все. А здесь поставлена точка. Все. Победа. Пик. Отличная картина. Очень хорошая. Мне кажется. В этом смысле. Переврано все, что можно. Музыканты сами это все переврали. Мужественно очень все это сделали. Они сделали то же самое, что делали в песнях группы Queen. То есть, они сделали законченное художественное произведение. Очень красивое. С грандиозным финалом. Доставляющее удовольствие, радость. И дающие какой-то заряд для дальнейшей жизни. Для действий. То есть, выходишь из кинотеатра неудрученным. Кстати, как после лета. Селепниковского. Погрузили во вселенскую тоску. Погрузили во вселенскую тоску. Погрузили во вселенскую тоску. Потому, что какие-то там разговоры о деньгах. Кто кому должен. Марьяна. Что-то там деньги. Что-то бе-бе-бе. И как-то все это так... Вся эта красивая романтическая история. Которую Селепников строил. Она как-то вся раз и сдулась в конце. А здесь наоборот. Здесь такой... We are the champions. Прекрасно. Вот. В этом смысле очень все здорово получилось. Тут сразу про себя. Как обычно. То есть, первые два альбома я услышал сильно потом. То есть, у меня знакомство началось ночью в опере. А это я не слышал. Ну, Советский Союз. Попробую раздобуть еще. Туда-сюда. Услышал сильно потом. Да. Вообще не похоже на то, к чему. А я услышал первый альбом как раз первым. Вообще не похоже на то, к чему привыкли. Ты его даже вот положил вверх. У меня его не было. Я даже понять не могу, что это такое по картинке. А я с этого и начал. И я полюбил группу Queen с первых секунд первой песни. Keep yourself alive. С этого вот стриха гитарного Брайана Мэя. Вот когда... Я услышал вот это и все. Потому, что это офигенная группа. Еще не начали петь. Еще барабаны не вступили. Еще бас не заиграл. Еще ничего не заиграл. Только вот пошел вот этот вот стрих. И я понял, что вот это надо дальше слушать. Интересно, что дальше будет. И все. Меня купил Брайан Мэй здесь, конечно, сразу. Я считаю, Keep yourself alive. Одна из лучших песен Queen вообще. Бодрая. Но это воспоминания детства. То, что в детстве нас зацепило, то на всю жизнь с нами остается. Поэтому Keep yourself alive. Я прямо вот одна из любимых песен. И вообще альбом очень удачный. Жизнерадостный. Очень удачная постинка. Жизнерадостный. Критики. Злые критики все время говорили, что это попытки копировать Led Zeppelin. Я как-то с ними не согласен. Но, возможно, я не настолько глубоко смотрю. Нет. Попытки копировать Led Zeppelin вряд ли. Но то, что они играли музыку типа Led Zeppelin, это очевидно. На самом деле это абсолютный хард-рок. Такой стопроцентный. Да. Очень громкий. Очень гитарный. Очень такой рифовый. Их с Led Zeppelin, конечно, можно сравнить легко. Поначалу. Вкладочка со словами. Мечта. Просто мечта. Ознакомьтесь. Шикарная пластинка, да. И тут, как и везде, куча песен написана Брайаном Мэем. И песни, которые игрались в группе Смайл его до Квина. Вставлены. И все очень органично. Очень здорово. И Бульсара как раз и переименовался в этот период во Фредди Меркури. Во время записи. Насколько я... Может, правда? Может, неправда? Не знаю. Информация настолько разная везде. Ну, сценическое имя надо всем понятное. Нет. Информация вообще о том, кто где с кем встретился здесь. Как они все познакомились. Она настолько разная в частностях. То там Фредди Меркури был соседом с гитаристом Смайл. То он не был соседом. То он жил в одной квартире с кем-то, кто знал этого самого гитариста. Люди не помнят, что они ели на завтрак. Не говоря о том, что было десять лет назад. Насколько это все... Это ты знаешь как... По-разному. Стоит погрузиться. И все. И сразу растекаешься. Потому, что это не соответствует этому. Это не соответствует этому. И встретились... Показания не бьются. Не в четверг. В воскресенье. И не в этом городе. А в другом. На самом деле не встречались. А созванивались. А телефонов у них не было. Поэтому и не созванивались. Это как на встречах одноклассников. Когда начинают рассказывать про какие-то события. Очень интересные версии. А поскольку ты был организатор. Непосредственный участник. Я все время с изумлением. В случае вы такое говоритец. Нет. А пластинка на самом деле очень хорошая. Она не похожа на то, что все привыкли называть Queen. Ничего общего. Вообще, на мой взгляд, она не имеет с главными так называемыми альбомами Queen. Она мне очень нравится тем, что... Вообще, мне очень нравятся первые и вторые пластинки известных групп. Потому, что парни очень молодые. У них все впереди. И они идут завоевывать мир. И хотят мир этот потрясти всем своим гением. Все, что я умею. А я умею и знаю лучше всех остальных. И сейчас я сделаю такое, от чего все просто поймут, что все, что слушали до этого в разных частях мира, это все... Полная фигня. Полная фигня. А я вот сейчас вам дам. И у многих получается. На самом деле. Далее. Она такая плотная. Я доложу. Такая зажигательная. А я бы тебе другое сказал. Лично мне тут видится большое участие гражданина Тейлора. Он самый забойный для меня. Об этом вообще нет. И, кстати говоря, возвращаясь к богемской рапсодии. К фильму. Там роль Тейлора вообще отсутствует. Там как бы паренек волосатый, который болтается у всех под ногами. Пытается впихнуть свои песни. Над которыми все ржут. I love in my car. Да. И какой-то такой... Ну, паренек. Паренек хороший. Приятель. Замечательный. Поет высоким голосом. Один раз в картине. Во время записи. А при том, что я когда покупал когда-то эти вражеские сборники. Там greatest hits. И то, что в хит-парады попадало... Там несоразмерное количество песен именно Тейлора. Ну, Тейлор вообще один из... Для меня удивительно было. Один из... Хотя тут трудно говорить. Один из мощнейших музыкантов. Потому, что их всего там четверо. Они все, в общем... Мощнейшие. Они все мощнейшие. Как один. И Дикон. И про Мэя уж и говорить нечего. А сам герой, конечно, тут понятно все. Вот. А Тейлор это мощнейший музыкант. Куча сольников у него прекрасных. Куча песен. Квин им написано. Замечательных. Изумительный вокалист. Хитов. Да. Изумительный вокалист. Прекрасный. Просто который... Ну, который на сольных альбомах на своих все показал. Что он умеет. И как вокалист. И как музыкант. На всех инструментах играет. Абсолютно. Кроме барабанов. На которых тоже мастер большой. Вообще на всем. Он музыкант с большой буквы. Тейлор. Его роль в богемской рапсодии очень смешная. Конечно. Такой. Какой-то абсос какой-то. Да. Тут нам, дорогие комментаторы, напишут, что на самом деле фильм называется богемная рапсодия. Дорогие друзья. Называйте как хотите. Мы привыкли так. Будем звать так. Мы в школе вообще называли Юран Хип. И ничего. Когда я был совсем маленький. Я не называл, кстати, ни разу Юран Хип. Один мой сосед по дому. Гопник такой волосатый. Говорит. Слышал Юран Хип? Нет. Дипапл. Дипапл. Вот. Так что Тейлор, конечно. И опять-таки надо отдать должное уму и пониманию Тейлора. Другой бы на его месте сказал. А я как? А что? А я это сделал. Это сделал. Это сделал. Я это написал. Я вообще руководил. Я продюсировал. Я учил как надо петь вообще. И как раскладывать голоса. А тут. А что? А кто я такой здесь в фильме? Нет. Вот так сделали. Как сделали. Очень правильно. Это как ты говорил. Группа. Это всегда фронтмен. Да. Всегда фронтмен. У всех роли распределены. Характеры распределены. Очень. Очень правильно. Вот. Но. А любимый мой все-таки вот этот. Номер два. Номер два. На радио вообще не крутился. На нашем. На нашем. Я это знаю точно. Потому что я на радио сам работал. Под названием Радиорокс. И репертуар наших радио я знаю очень хорошо. И на мой. Ну. Это на мой убогий взгляд лучшая пластинка Queen. Которая вообще не представлена была на отечественном эфемном радио. По разным причинам. Наверное потому что очень хорошая просто. Такая. Сказочная. По названиям. Настоящий арт-рок. Настоящий прогрессив-рок. При этом сыгранный так, как сыграла бы его группа Led Zeppelin. Вот здесь. То есть такая гитарная тяжесть. Такой лом. Такой хард. Просто сметающий все на своем пути. Совершенно удивительная вещь. И когда я учился в школе, я помню, что эту пластинку я знал наизусть. Просто каждую ноту, наверное, мог в голове ее прокрутить. От начала до конца. И это было что-то ошеломительное. Ну, потому что переслушано все. Тысячу раз там каждый тычок. Я когда нахожу песни через Ютуб. Я время от времени нахожу. Вспоминаю что-нибудь, что я в детстве слышал. А что это было? Английского языка я тогда не знал. Но я их помню. Как это. Какие-то звуковые куски. А теперь ты понимаешь, про что там говорили. Примерно хотя бы. В поисковичке забьешь. Раз. Я их, мягко говоря, сорок лет не слышал. Тык. Каждую ноту помню. Каждый дзынь. Брынь. Здесь вообще это удивительная штука. И в эту сторону Queen не пошли. Ну, с коммерческой точки зрения правильно сделали. Потому что такой сложной прогрессией фрок играть, как здесь. Никто слушать не будет. Это все здорово. Но такой массовой популярности они, конечно, мы не достигли никогда. Это такая... Хотя пластинка состоит из отдельных песен, которые написаны в разное время. Тоже. И кое-что тут чуть ли не эсмайл даже пришло. Тоже я уже не помню, что именно. Но ощущение такое, что оно написано целиком, как сюита такая. Альбом. Альбом. С началом, с концом две стороны. Белая сторона, черная сторона. Битва добра со злом. Белая королева, черная королева. И прямо все так выстроено. А на самом деле набор песен, которые написаны действительно в разное время, по разным поводам. Но так все сошлось. Как будто это там Genesis. Ламп Лайс Даун. Он Бродвей. Такая концептуальная работа. Что говорит о мастерстве. Парни-то все играют настолько ловко. Можно там это... Вставило, не вставило. Но мастерство и таланты никаких вообще сомнений не вызывают. Да. Что касается Брайана Мэя, как гитариста. Конечно, удивительный очень... Удивительный музыкант. Я знаю лично несколько человек, которые могут сыграть Queen один в один. И масса трибютов Queen сейчас существует. И в нашей стране тоже. И в Москве. И в Петербурге. Есть гитаристы, которые играют нота в ноту. Это все. И в YouTube полно, кстати, таких тоже. Посмотреть. Начинают учить, как Брайан Мэй играет. Ни у кого такого звука все равно такой подачи не получается. И не получится. У него же еще гитары вроде какие-то самодельные. Из какой-то каминной доски себе выпилил. Как следует. Сушланая звук дает специфический. Ну, об этом тур... Это тоже интересная история. Потому, что... С одной стороны, можно поверить, что он играл все на той же гитаре. Которую с папой сделал. С каминной доски. А с другой стороны... Не знаю. Не знаю. Трудно. Свежо предание. Свежо предание. Потому, что... Может быть и так. Да. На старинных скрипках играют люди веками. В общем, на одних и тех же. И ничего... Тут... Я не знаю. Говорят, когда проводят закрытые тесты. Ну, за занавеской играй. А мы сравним. То непрерывно побеждают скрипки какой-то табуреточной фабрики. Которые там фабрично на потоке делают. А вот граждан Амати Страдивари, Гварнери и прочее. Некоторые экземпляры гениальные. Не совсем понятно почему. А в массе как-то ни о чем. Ну, это да. Потому, что... Если брать любимого твоего гитариста Курта Кобейна. Например. Известничего. Я знаю. Известничего. Да. То он играл на японских дешевых гитарах всю свою жизнь. И это никак не повлияло. Не испортило. На размах таланта и воздействие на публику. Не испортило. Да. Ничего. В общем. И звучит все вполне нормально. И на концертах в том числе. У него знаменитый его Ягуар 56-го года. Гитара дорогая. Настоящая. Она дома у него стояла. Он с ней фотографировался. Время от времени. Для инстаграма. Дома играл. Наверное. Но она кайфовая. Да. Хорошая гитара. Но в принципе у него дешевые японцы всегда были. И массу я знаю. Пример. Да. Стоит спросить. У любого музыканта. Тоже Калугин, по-моему, говорил. Когда с тобой встречался. Что приезжают известные группы. Западные сюда. Да. С очень дешевыми инструментами. Ну, сравнительно дешевыми. Повторюсь. Никак не влияет. Никак не влияет. Смотрят на петербургских музыкантов. У которых гитары по пять тысяч долларов. Да. Крепко стоите. Да. Крепко стоите. Еще бы играли так же. Было бы здорово. С другой стороны, можешь себе позволить. То, видимо, и зарабатываешь неплохо. Как... Замечательный гитарист Мик Тейлор. Который играл в группе The Rolling Stones. Известный на гитаре. Помнишь, да? Угу. Вот. И помимо Rolling Stones играл с Джоном Майлом до Rolling Stones. После Rolling Stones сольных пластинок. Масса у него очень хорошая. Очень крутой блюзовый гитарист. Настоящий. Гитарист-гитарист. Такой. Печать. Мик Тейлор. Все. Он же играл на одной из пластинок группы Aquarium. Которая записывалась в Лондоне. По-моему, на Навигаторе. Не помню точно. По-моему, на Навигаторе он играл. Его пригласили. Он сказал, да. Я согласен. Но вообще с Aquarium хорошие музыканты играли многие. И играли с удовольствием, на самом деле. И Борис рассказывал, что приехал Тейлор в студию. С какой-то гитарой, которую купил по дороге. Забыл дома гитару. По дороге заехал в магазин. Купил какую-то дешевую-дешевую гитару. За сто фунтов или за пятьдесят фунтов. Включил. С первого дубля все сыграл. Звучит все как надо. Все звучало. В умелых руках и половой орган. Да. То же самое. Для меня, знаешь, когда-то было открытие. Я вот компьютер. Ворованные программы. Ну, там девяностые годы. Вот у меня есть фотошоп. И я твердо уверен, что фотошоп... Ну, это какая-то такая вообще доступная фигня. А вот игрушки компьютерные делают в каких-то неведомых мне программах. Потому, что там так все красиво. Так все здорово. Потом я отправился сам их делать. И принялся общаться с художниками. Которые все это делают в фотошопе. Там у каждого натурально черный пояс по этому фотошопу. Мама дорогая. Ну, ты вот только слово из трех букв на заборе можешь написать. Там на фотке. Или усы подрисовать. А тут... Ну, это же, во-первых, художники. Во-вторых, там технические познания. Вот на стыке. Ёлы-палы. Как же так? Казалось бы, дешевая фигня какая-то. Бесплатно раздают. Нет. Надо уметь. То же самое похожая история была с группой Scorpions. Которая играла в рок-клубе на непонятно каких усилителях. И непонятно каких колонках. Потому что там, по-моему, в ту пору не было понятия комбик вообще. Там были усилители и колонки. Значит, какие-то бытовые. И они сыграют там две-три песни. И звучали так, как на концерте звучат Scorpions. На вот этом дерьме абсолютно. Не предназначенном для концертной деятельности. Опыт. Мастерство. И вообще. Как-то понять, как настроить. Куда ручку повернуть. И как сыграть. Чтобы друг другу не мешать. И все звучит. Это мы о чем? Это мы о гитаре Брайана Мэй. Да. Так вот я даже не буду опровергать или подтверждать тот факт, что он играл на той самой гитаре. Никому это не известно. Я в то время подхожу с точки зрения... Инструмент это... Если утрировать, это стамеска. Для этой работы мне нужна вот такая стамеска. А для этой вот такая. Я их меняю не задумываясь. Потому что это инструмент. Многие гитаристы... Я читал... Опять-таки в Ютьюбе. Там смотрел. И на разных сайтах гитарных. Писали, что у него бустер встроен в гитару был уже. То есть, он сам уже встроил. Чтобы не париться с примочками. С отдельными. Вот. Работал с электроникой очень серьезно. С этой гитарой. Мы дойдем до очередного альбома. И там на гитару посмотрим. В общем-то. Дойдем до очередного альбома. Да. Там про гитары гораздо подробнее. Так-так. Так. А что про гитары гораздо подробнее. Вот очередной альбом. Да. Который принес уже настоящую мировую популярность. Да. Шир-хата так. Скилла Квин. Что по-русски значит сердечный приступ. Да. Да. Вот они тут с синими ногтями. Обложка мне ужасно не нравится у него. Ну. Так получилось. Но когда я учился в десятом классе, я приходил к своему другу-однокласснику. И мы с ним слушали черхата так от начала до конца. Я выходил специально пораньше из дома. И мы курили сигареты. Слушали черхата так. Потом шли в школу. И получали заряд бодрости. На весь день. Невероятный. На весь день. Я вообще в те годы, когда я учился в десятом классе, я говорил, что мои любимые артисты это Рик Вейкман и группа Квин. Я очень любил красивую музыку такую. Красивую. Умную. Красивую. Она красивая. Да. В те годы Квин еще не наштамповали. Так сказать. Радио Гага. И прочего. Которые у меня не особо. Уже не штырит. Уже не штырит. Да. Меня в детстве... Ну, самое впечатлившее, конечно, Киллер Квин. Угу. Стон Колд Крейзи. Бринг Бэк Зет Лирей Браун. Рокешник. Нет. Чистый Лед Зеппелен. А все остальное просто прекрасно. Здесь просто хард-рок. Хард-рок и вещь хард-роков такой идет. Прямо так и начинается. Брайтон-рок. Да. Брайтон вообще... Это не русскоговорящий район в городе Нью-Йорк. Брайтон-Бич. Это пляжное местечко в Британии. Да-да. Брайтон. И Брайтон-рок, конечно, сметает сразу этим мейерским штрихом. Его манерой гитарной. Это, конечно, сумасшествие. У меня не было вкладочки. К сожалению. Поэтому я не очень разучивал. Очень, очень круто. Киллер Квин вообще... Зе бест под тем временам. Рубило с ног просто. Насколько изящно. А в конце какая там чудесная застольная песня. О-о-о... Ла-ла-ла... The lap of the dance. Да-да-да. Это типа у бога на коленях. Да-да-да. За пазухой. Отличная. Это просто... Да все прекрасные. Сразу представляется длинный стол. Люди с пивными кружками сидят, друзья. И обнявшись вот так вот... О-о-о... Ла-ла-ла... Прекрасно. Прекрасные песни просто. Одна, другая лучше. Бодрые. И в этом альбоме еще... Потом уже нет. Вот потом уже нет того, что мне нравится в рок-музыке. Хотя нравится тоже много там дальше хорошего. Но здесь вот это... Это рок-н-ролл. Это все. Первые три альбома – это настоящий рок-н-ролл. Кайфовый с тем самым ощущением свободы и безоглядности такой. То есть, хотя понятно, конечно, что хочется в чарты, хочется денег, хочется пластинок, хочется того-сего. Но диалектика же... От нее не уйдешь. И материальная сторона присутствует. Но и не материальная присутствует. Присутствует еще и не то чтобы духовная, а такой элемент творчества, который не влияет на материальную сторону. Как-то вот это совмещается. И попсовая по-хорошему составляющая есть. Чтобы нас купили. Чтобы нас крутили по радио. Чтобы нас любили. Чтобы устраивали концерты. И для себя что-то еще делается. Чтобы нам нравилось самим. Чтобы было интересно и кайфово. Я вчера, кстати, говорил на эту тему с Пашей Крусановым, замечательным писателем. Мы долго сидели и говорили. И говорили как раз вот об этой составляющей художественного творчества. Например, когда часовщики древние, там в средние века, делали часы. Да, вот они делали часы. И внутри часов на шестеренке, на какой-нибудь, гравировали микроскопический рисуночек. Который никто никогда не увидит. Вообще никто. Только разве что другой часовщик. Вообще никто. Да. Ну, другой часовщик. Вдруг сломается. Если вдруг сломается. Но человек, который часы покупает, он не знает этого. И не узнает. И не узнает никогда. И не увидит. И вопрос, зачем ты это делаешь? Вот вопрос. Зачем человек это делал? Зачем мастера делали гравировку на внутренней поверхности ножом для сабли? Внутри. Которую не увидит никто. И даже другой часовщик. Вообще никто. Потому, что ножны... Ну, если они... Я не знаю, что с ними может быть. Они сломаются. Ну, тогда может быть. Во-первых, как они сломаются. Это надо специально потрудиться. Да. Чтобы их... Это вещь, которая не предназначена для ломания. Ей же нет. Но на внутренней поверхности ножен делается гравировка. Это мне сразу напоминает. С какого перепоя? Скажи мне. Зачем это? Зачем человек парится? Зачем? Где-то во Флоренции стоит произведение гражданина Микеланджело под названием Пьета. Скорбь, наверное, где Дева Мария держит мертвого Христа на коленях. Грусть у нее такая. И Микеланджело принялись обвинять, что нигде не написано, что это ты. В смысле? Сказал Микеланджело. Ты на нее смотришь, и видно, что это сделал я. Нет. Закричали. И он... У нее такая белая лента. Ну, она вся из мрамора белая лента. И вот на этой ленте написано Микеланджело. Цинично. Больше он своей работы никогда не подписывал. Потому, что мои работы в подписывании не нуждаются. Но это, видимо, примерно то же самое. Может, и подписывал, но где никто не видел. Это вот о художественном творчестве. О том, что есть в первых трех альбомах у Квинн. То есть, вещи совершенно необязательные для продажи. Не обязательно. Можно без них обойтись. Но они сделаны. И вот эта гравировка на внутренней поверхности ножен... Вот для чего она делается художником? Не для продажи, не для красоты, не для удовольствия, которое получит обладатель этих ножен. Потому, что он этого не увидит никогда. И в часы он никогда не залезет и не увидит, что там на шестеренке есть красивая художественная гравировка. На кой черт это делается? Для того, чтобы Всевышний... Я извиняюсь. Всевышний это увидит. Больше никто. Человек это не увидит никогда. А художник этим занимается. Это делает. Или левша, который подковал блоху. Он блоху подковал. Да. Он не просто подковал. А на этой подковке еще и гравировочка есть маленькая. Да. Многие забывают самый важный факт. Что после этого английская блоха перестала прыгать. Но все равно. Но все равно. Да. И вот это и есть искусство. И смысл может быть существования вообще. Самовыражение. Делать необязательные вещи. А то, что тебе хочется. Да. Делать необязательные вещи. Делать бесцельные. Совершать бесцельные поступки абсолютно. Вообще. Которые не имеют прагматической цели какой-то. Самое главное коммерческого смысла. И коммерческого смысла. Что идет вразрез совершенно с тем миром, в котором мы сейчас живем. Потому, что сейчас не делают таких вещей уже... В общем... Кто-то делает. Но, в принципе, люди, которые это делают, они вызывают раздражение. Потому, что все наше существование направлено на производство одноразовых вещей. Печально. Но так. Да. Печально. От которых ничего не остается. И автомобиль, который ты покупаешь, он рассчитан на то, что после 150 тысяч пробега двигатель надо выбрасывать. Ставить новый. И все. И так же и совсем устраивает. Тратишь. 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 Да. Это как известный тезис про лампочки. Что нормальные лампочки, которые Эдисон еще делал, они горят до сих пор. Говорят. Я не проверял. Но говорят, что они просто неизнашиваемые. Вообще. Но такие не нужны. И когда всякие эти диодные лампочки, у которых срок службы по 25 лет. Нет. Это не годится. Иначе их не будут покупать. Ну, да. Поэтому три года и сгорело. Три года и сгорело. Но все-таки необязательные вещи, они здесь тоже остались. Ну, собственно говоря, вот с этого я начал прослушивание. Это было первое, что я услышал. Произведение под названием «Смерть на двух ногах». Меня одно название срубило сразу. Вот это было да. Вчера, кстати, приходила девочка. Интервью брала. А что у вас так вот в этой западной музыке? Почему вы слушали ее? Я даже объяснить не могу. Насколько чудовищное впечатление это тогда производило. Да. У нас там были свои какие-то эти пламя, семя, вымя, знамя и другие. Где там аккуратные парни при галстуках не дергаясь стояли пели. Песни-то хорошие были. Ну, разные были. Они вообще не такие. Вообще ничего общего. Музыка не имела. Это натурально срубало с ног. Такой ураган. Вот. Смерть на двух ногах. Оказывается, это они про какого-то своего злобного продюсера. В кино про это есть. Там сплошные обзывательства. Так сказать. Кино с продюсером тоже. Там целая история абсолютно несоответствующая действительности. Потому, что все там было хорошо с продюсером. Никакого там не было вот этого. Не любили они его. Видимо. Ну, продюсеров вообще мало кто любит. Так, если по-честному. Потому, что у продюсера одни задачи, а у музыкантов совершенно другие. Абсолютно другие. Если музыкант сразу не ложится под продюсера. И не ходит и ищет какого-нибудь продюсера, который бы его подороже продал. Вот. А если музыкант занимается, я извиняюсь, художественным творчеством, то зачастую с продюсером все время идет вразрез. Эта история. Номер два. Лейзин он и Санди Афтернун. Прекрасный. Ну, сразу Федор чувствуется. Да, это его такие винеточки. Забавные. Да. I'm in love with my car. Тейлор. Да. Влюблен в свой автомобиль. Понимаешь? Там эти клапаны. Цилиндры. Там очень смешно. You're my best friend. Отличная. 39. Великолепная. Sweet Lady. Это тоже. Баллада чудесная. Тейлорова похожа. Seaside. Офигенный фолк-рок. Ни с того ни с сего. Seaside Rendezvous. Тоже Федор. Прекрасный. Вот вторая сторона. Prophet's Song. Песня про рок. Она почему-то мне в детстве страшно нравилась. Такое вообще. Как-то нигде не фигурирует. Love of my life. Великолепная. Good Company. Bohemian Rhapsody. Вообще. Вот это вообще. Там Розинов Рот. Все слушают. Богемская рапсодия. Чудесное произведение. Которое говорит о том, что текст вообще не важен. Невозможно понять, что это такое. Нет. Это просто набор слов. Замечательный. Который ничего не значит совершенно. Ни пришей, ни при себе. Да. Галилео Фигаро Манифико. Это просто. А красиво. Это очень хорошая пластинка для тех, кто не знает английского языка. И знать его не хочет. Потому, что она специально так и сделана. По крайней мере, богемская рапсодия. Да. Во всяком случае. Текст вообще не важен. Не имеет значения никакого. Галилео. Галилео. Галилео Фигаро. Магнифико. Ну и завершает God save the queen. Господи храни королеву или Боже храни королеву. Как называют. Оказалось, что Ночь в опере. Это художественный фильм братьев Маркс. Да. А я не видел. Аналогично. Я про это слышал. Адски смешной. Говорят, что братья Маркс в 30-40-х годах, что они пихали шутки в каких-то космических количествах. Есть норма запихивания шуток. Потому, что если шутка в середине или в начале диалога, ты начинаешь ржать. Следующую шутку ты не слышишь. И следующую не слышишь. А потом финальную. Это, с одной стороны, говорят, очень плохо. Зритель с одного раза ничего не понимает. С другой стороны, тебя это сподвигает пересмотреть. Поржать над другими шутками. Ну, в общем, вот. Неожиданно. Я не знал, что такое кино есть. Альбом. Просто водородная бомба. В свое время было. Такое на меня произвел впечатление. Я потом уже послушал Шир Харт Атак. Он мне попал. И уже сильно по прошествии длительного времени два первых альбома послушал. Ну, это все, как ты говоришь, в детстве. Совершенно неизгладимые впечатления. Так круто. Это впечатление из детства. Навсегда до седых волос, конечно, остаются. И это при том, что тогда были у нас откровенные говномагнитофоны. Там восьмая перезапись с пластинки записать. Это было крайне сложно. Ну, я первые Квины услышал вот этот штрих Брайана Мэя на каком-то ужасном магнитофоне в монофонической записи, что совершенно не убило кайфа от музыки. Это как в кино. Да. Главный критерий в кино – это смотреть на черно-белом телевизоре рекорд. Вот если тебя на черно-белом телевизоре втыкает – это хорошее кино. Потому, что цвет, звук туда-сюда добавляет. Изрядно добавляет. Ты знаешь, раньше на студии… Я не знаю, как это происходило на Западе, но у нас, когда писали альбомы… Раньше, вот когда материал сведен, все как бы хорошо. Материал скидывали на кассету и ставили ее в мыльницу, и на мыльнице слушали. Если на мыльнице все звучит… Нормально. А если так вот в мониторах, там все звучит, все круто. А потом скидываешь на какой-нибудь носитель другое. Получается, что шернармасцы-то на мыльнице слушают. Ну, это тоже не совсем правильно. Но один из таких ходов примерно. Вот. А что касается этой музыки. Для меня лично, опять-таки, это мое мнение. Я никому не навязываю ничего. Для меня лично первые четыре альбома – это как бы все Квин и есть. И все. У меня немножко дальше. Так-так. Да. Потому что… И Меркурий же говорил сам, что он не пишет на века ничего. У него нет задачи писать произведения, которые останутся в веках. Я не стремлюсь к этому. Относил к этому очень легко. Они так и звучат. Не знаю, как остальные музыканты. Они ничего про это не говорили. Ни Тейлор, ни Мэй, ни Дикон. Ничего не говорили про века. Говорил Меркурий. Он говорил, что я пишу. Просто мне нравится. Красивую песню написал. Завтра про нее забудут. И хрен с ним. Я другую напишу. Совершенно нет задачи. И так и получается. Потому что сейчас я в здравом уме не слушаю музыку Квинн. Она у меня уже прошла. Этот этап я уже прошел. Конкретно вот этот я тоже никогда не переслушиваю. Какой-то редчайший случай. Раз в пять лет мне может захотеться. А так нет. Я и так все помню. Настолько крепко сидит. А фильм богемская рапсодия. Богемная рапсодия. Как угодно можно назвать. Я как раз посмотрел три раза. С огромным удовольствием. Потому что там все эти песни в истории. Они поддерживают эту историю. Следишь за историей. Следишь за героем. Ему сопереживаешь. Радуешься его победе. И в этом кайф. Там есть история. А здесь истории нет. Здесь есть красивые очень яйца Фаберже. Такие вот. Что не песня. То такая вот скульптурка маленькая. Статуэтка. Вот. Я на них насмотрелся уже. Очень красивые. Все равно. Очень красивые. Нет. Это кайф. Это прекрасные вещи из музыкального эрмитажа. Такие. Собранные здесь. Очень хорошие. И здесь еще есть драйв. Здесь вот в первых четырех альбомах еще рок-н-ролл все-таки вот этот молодежный. Молодежный. Живой такой. Как говорили в нашем детстве. Отцы бомбят. Сейчас это. Отцы бомбят. Отцы бомбят. Отцы бомбят. И что мне нравится. Опять-таки я за себя только говорю. Что первые четыре альбома это рок-н-ролл такой. И он молодежный. По-хорошему. Вне зависимости от возраста. От того сколько лет было артистом. Это развитие. Это движение вперед. Это рост. Это впитывание информации. Передача этой информации. Это такой живой очень процесс. Не завязанный еще на производство пластинок одну за другую. Это надо обязательно делать. Или не надо делать. И в этом есть конечно кайф. И последние два альбома мне очень нравятся. Потому, что там уже пришла мудрость. Уже такая. Мудрость. Уже серьезно. Все интересно. Дико. И Тейлор там приложил конечно руку. Это вот. Собственно говоря. Иннуэнда и Миракл. Два альбома. Которые вот уже. Сейчас я слушаю их уже с кайфом. Там совсем другая музыка. Уже если сравнить там. Иннуэнда и Миракл. И Черхат Атак. Это вообще две разные группы. Абсолютно. Там молодость. Да. А в Иннуэнде там уже такая печаль. Во всем абсолютно. Там печаль и мудрость. Там очень интересно все. Ну, а собственно говоря... А вот этот вообще мимо меня прошел. У меня его никогда не было. Я только Теоториатте. Название помню. А он, по-моему, не хуже, чем Четвертый. Чем Ночь в опере. А вот прошел. Собственно говоря, и песни писались в одно и то же время. И они как бы вместе. Вместе и сделаны. В одном настроении. В одном состоянии. В одном состоянии. Не все. Но большинство. Вот. Ну вот Та Йо Маза Даун. Она сильно известная. То есть на концертах бывает. И всякое такое. А остальное... Somebody to love. Да. Это тоже. Критики, как всегда, говорили, что это повтор. Что это то же самое, что Ночь в опере. Зачем? Второй раз. То же самое. По-моему, такое очень хорошо. Это как вторая часть... Книги же выходят в двух томах. Зачем второй том? Когда есть один. Уже написали. Да. А это второй том. Совершенно не хуже. Песни чудесные. Такие же сложные. Такие же. С вокальными этими чудесами. С многоголосием. С гитарными неожиданными какими-то придумками. И тяжелые. Зепплинские такие. Мы рекомендуем. Слушать надо. Он хороший. А дальше мне почему-то уже стало не очень. Ага. Это... Интересно. А это я... Это кайфово. Это очень... Это очень удачный альбом. Очень удачная постинка. News of the World. Это новостная передача этого. Какого-то забыл? Кто у них там? Максимов. Я это не знаю. Да. Кто-то сильно известный. Это я учился в десятом классе. Когда он вышел. Да-да. Примерно, да. Я жил в Германии. Там было такое для американских оккупационных войск. Радио Люксембург. Радио Люксембург. Радио Люксембург. Нет. Тут вообще... Там непрерывно передавали. Я разину в рот сидел на приемнике. Это круто. Это круто. Одна это Vival Rock. И чего стоит. Какое-то... Какое-то просто такое... С одной стороны... Абсолютно гениальная песня. Потому что... Тоже ничего не понятно. Что это? О чем это? Рок-музыка... Вообще вещь достаточно тупая. Вот. По-хорошему. В хорошем смысле. Ее можно развивать в артрок. Там в прогрессе. Все это безумно интересно. Но основа все равно... Это все равно рок-н-ролл. Да. Алла-баба-улла. Алла-бам-бам. Да. Откуда все пошло. И тут... Как бы они вернулись к этой штуке. К простому изначальному корневому рок-н-роллу. И к этому рифу... Отличное. We will rock you. Шедевр на все времена. We are the champions. Шедевр на все времена. Я прошу. Это образец... Такой... Хорошей. Нормальной. Здоровой. Молодежной тупости. Да. Прекрасно. В одной ноте. В одном аккорде. Сейчас зафигачим так, чтобы... Все упали. И все упали. Получилась гениальная. Абсолютно. Гениальная песня. Ничего не надо. Супер. Зарубай аккорд. Брайан Мэй. И Брайан Мэй такой... Зарубает. Да. Просто сметает все. Мастерство. Да. И в кино это сметает. И на пластинке это сметает. Когда вырубается гитара Мэя здесь... Больше ничего не надо. Не надо никаких там... Уходов в какие-то гармонии сложные. В богемские рапсодии. Вот этот аккорд. На все времена. На все времена. Вот он. Воплощенный рок-н-роу. Воплощенный. Просто... Что такое рок-н-роу? Вот он. Пожалуйста. Очень. Шир Харт Атак. Это как тот альбом назывался. Это песенка такая. Мне не нравится, кстати, песня здесь. Шир Харт Атака. Тейлоровая. Какая-то скомканная. Забойная. Забойная. Ол дед, ол дед. Ой, какая... У меня юношеские воспоминания. Печальная. Печальная. Вещь. Вещь. Spread your wings. Расправка. Это... Это уже... Как-то я переводил кино. Помню про тупого охранника или что-то там такое. И вдруг заиграла песня. Я чувствую, режиссер-то, наверное, сверстник. Раз такое включил, полез смотреть. Действительно. Очень четко определяется, какую музыку вставляют. Мне ол дед, ол дед очень нравится. Очень хорошая. Любимая песня моей жизни. Трогательная. Да. Прямо такая... Душу раскрывающая и закрывающая. Обратно. И fight from the inside. Это не очень. Get down, make love. Отличная. Это Slate уже какой-то песня. Да-да-да. Мне всегда казалось похоже на Slate эту песню. Slate хороший. Sleeping on a sidewalk. Это... Это Дикона. Да. Who need you? Отличная. И Slate. Отличная. My melancholy blues. Я его как альбом воспринимаю. Вот его люблю слушать. Он очень хороший. Да-да. Он... Удачная пластинка. Очень. Очень удачная. Всем рекомендую тоже. Да. А что касается блюзов, есть такой странный сольник Брайана Мэя, который входит в дискографию. Такая короткая пластинка, где он играет с Ван Халленом. Там с кем-то еще. Играют блюзовый джем. Я ее сто лет не слышал. Недавно совсем зашел в магазин. Там играет эта пластинка. Я спросил, а это что? Это московские какие-то блюзмены джемуют? Или наши питерские? Очень все. Очень круто. Очень быстро. Громко блюзовые истории. Такой джем минут на пять. Говорят, нет. Это Брайан Мэй. А, точно. Слышал. И... Ну, это просто... Да. Это... Как бы так сказать повежливее. Ван Халлен. Да. Понятно. Брайан Мэй. Понятно. Но... Такой играет. Пургу. Такая пурга просто. Я... Я... Услышал. Это наши какие-то просто что ли? Развлекаются. Причем... И наши именно что? Развлекаются. Они не что-то играют. Понятно. А где-то в студии собрались и развлекаются. Просто весело. Просто развлекаются. Какая-то пурга. Гонение гамм. Вверх-вниз. С дикой скоростью. Почти Ингви Мальмстер. Да. И кто-то такой... Ингви Мальмстер играет внятные вещи совершенно. Он сочиняет. Он композитор. Все серьезно. Все придумано. А здесь какая-то чушь такая. Просто... И долго так. Очень неудачная пластика. Бывают и такие. Очень неудачная. Ну и давайте уже... Это у меня много-много лет любимое. Просто любимое. Называется джаз. А я вот очень спокойно как-то... Тоже. Вот это жизненные обстоятельства. Уже пластинка за пластинкой пошло и все уже... Вот здесь уже как раз... Она попсовая, безусловно. Ну, кстати... Здесь уже как раз все то же самое пошло. Все то, что я уже слышал... Отвлечемся. Вот это единственная гитара, по всей видимости, на которой он все и сыграл. На деле, как вы видите, целая батария. Стамески для каждого. И даже ударные установки разные. И это не говоря уже о том, что там вытворяют инженеры и все остальные. Да. И все эти надписи No Synthesizers, они тоже от лукавого. Потому что Synthesizers там в общем... Все в порядке было с Synthesizersами. Присутствует. Да. Если присмотреться, то тут на рояле Федор Залек. Да. Они такие неприметные здесь. Что тут можно сказать? Здесь, с моей точки зрения, тут все крутое. Просто все. Ну, повторюсь, это накладывается на жизненные обстоятельства. Я его слушал перед армией. Он 78-го года, по-моему. Да. Но у нас с задержкой на год появлялся. Я в 80-м году отправился служить. И это прекраснейшее было. Просто. Вот так привязано к жизненным событиям. Да. Ладно. Сейчас дойдем. Да. Вот у нас... Как-то она... Начинается оно с произведения под названием Мустафа. Мустафа Ибрагим. Какой-то, говорят, это набор тоже бессвязных слов. Псевдоарабско-иранских. Он же иранец. То есть... Фарси. То есть таджик. Все якобы на Фарси. Но... Которого он не знал. Да. Поэтому непонятно. Про что там. Ну... Мустафа Ибр... Он настолько забойный. Так круто сделали. Кстати, я не знаю в мусульманских странах, они играли когда-нибудь? Не играли. Не знаю. Не слышал про... Не знаю. Ну, там денег нет. Что там делать? Ну... В те времена точно не было. Номер два. Fat button girl. Girls. То есть это про толстожопых девок. Тут толстожопые девки представлены. Обратите внимание. Нам в Ютубе, наверное, все забанят. Поэтому посмотрите. Сиськи зачеркните. Соски во всяком случае. Вот тогда было нормально. Девки с сиськами. Все спокойные. Потому что девки... Это красиво. Да. А женские жопы... Природа ничего на свете красивше не создала. Но теперь мы во власти идиотов. Ни жопы, ни сиськи смотреть нельзя. Надо думать о чем-то другом. А были времена. Да. Вкладка дефицитная. Jealousy. То бишь ревность. Mercury. Красота. Отличная. Bicycle race. Это, так сказать, продолжение толстожопых. Вот на велосипедах погонять. If you can't beat them. Join them. Не можешь победить. Присоединись. На самом-то деле, надо возглавь. Ну да. Мне кажется, что это как раз яркое подтверждение слов Mercury о том, что я не пишу музыку на века. Вот эта пластинка. Ну, опять-таки, не обижайтесь тех, кто боготворит эти пластинки. Ну, просто лично мне кажется, это такие повторы-переповторы. И, с другой стороны, кто я такой, чтобы их там судить, обвинять? Никаких споров. Я считаю, что так и есть. Ну, просто нравится. Да. Вот нравится. Так нравится. Так сыграли, как нравится. Как хотим, так и играем. Мы молодцы. Собственно говоря. Let me entertain you. Позволь. Мне тебя развлечь. Тоже прекрасная. Отличная. Такая забойнейшая. Вторая сторона. Dead on time. Мне не очень. In only seven days. Дикон. Отличная. Dreamers Ball. Мэя. Тоже отличная. Funnet. Понятно. Тейлора. Я понял песену вообще не помню. Ну, это такая же, как Another One By The Dust. Они такие же, как и раньше. Да. Это первая серия. Там продолжили и развили. Living home ain't easy. Жалостливая. Ну, и шедевр. С этого, так сказать, альбома. Don't stop me now. И это просто прекрасная. Понятно? Это удачная песня. Да. Удалось все-таки. Ну, она осмысленная какая-то. Мне нравится, когда музыка осмысленная. И с каким-то, я извиняюсь за выражение, месседжем. Простите меня за грубые слова. Да. Тут все. И музыка отличная. И слова. По делу. Она осмысленная. Она что-то такое дает. Меня не останавливайте. Но тут скорее меня не остановишь. Я бы так сказал. Вот сейчас. Ух, как Федора прет вообще. Ну, и more of the jazz. Jazz. Альбом называется джаз. То есть, это никакого отношения к джазу, естественно, не имеет. Да и само название джаз, оно к музыке безотносительно. Тот, типа, довольный этой фигни. Так скажем. Отличный. Как и фильм All the Jazz. Да. Не про джаз, в общем, совсем. Да. Это отовсюду. Мне страшно нравится. Я бы сказал, что он у меня фактически любимый. Как-то так получилось. Ну, бывает. Жизнь. Ничего. Я все время говорил, что оно к жизненным событиям всегда крепко привязано, и ничего ты с этим не поделаешь. Вся любимая музыка – это саундтрек твоей жизни. Да. Мустафа. Тут вот Мустафа есть. Но тут слов нет, потому что это набор слов. У меня вот меломанская болезнь, вот эта вот коллекционерская. Как бы все пластинки Queen собраны, слушаешь из них две. Иногда три. А отдать кому-то жалко. Вот эта вот меркантильность. И ломанская болезнь. Так же, как Pink Floyd у меня весь дома стоит. Я его не слушаю никогда. А раздарить жалко. Понимаешь? И продавать жалко. Я вспоминаю. Я не знаю. По-моему, душу греют. Сам факт наличия. Греют именно воспоминания молодости. Вот когда я учился в школе, я мечтал иметь весь Pink Floyd. Вот я его имею. Он у меня стоит дома. По 60 рублей за диск. Это же сколько денег-то, во-первых. Две пластинки. Слушаю. Что у нас дальше? А дальше вообще это все началось. Вокс. И вот это все... Это все... Не знаю. Тут Федор уже постригся. Пошел в спортзал. Знаешь, в чем дело? Это все очень круто. Это все очень здорово. Но если там первые четыре альбома, это была группа Queen. Ни на что не похожая. Совершенно отдельная. Какой-то бриллиант такой сверкающий. Ни на кого не похожая музыка. Совершенно невероятная. Удивительная. Все время что-то новое. Даже не в каждом альбоме. Не в каждой песне. В каждом такте даже слушаешь. Просто... Куда дальше пойдут они? А дальше что будет? А следующая песня? Что? А тут уже... Очень круто все. Очень мощно. Очень здорово. Но это просто какая-то очередная рок-группа. Да. Такая очередная. Еще одна хорошая группа. Ну, и тут вот лично для меня... Я уже только вылавливал отдельные песни. Потому, что вот отдельные песни типа... Радио Гага. Известнейшая. Ну, известнейшая. Я ее терпеть не могу. Но... Тут я уже не любитель. Ну, им нравится. Им понравилось. И спели. И хорошо. И молодцы. Теоретап. Ну, как-то мимо меня. It's a hard life. Фредди. Прекрасен. Man on the prowl. Как-то мимо меня. Machines. Нет. I want to break free. Дикон сочинил, что характерно. Ну, вообще известная. Keep passing the open windows. Вообще мимо. Hammer to fall. Мэя. Известная. Is this the world we created. Тоже хорошее. Но как-то как альбом меня вообще не впечатлило. Ну, такая... Я не знаю. Это уже какая-то... Такая уже не английская. Даже уже какая-то американская стадионная музыка. Да-да-да. Именно так. Стадионный рок. Таких... Еще одна хорошая, яркая американская стадионная группа. Молодая женщина. Даже я ее английской даже здесь уже не очень-то назову. Это такой чистый уже такой вот power. Такой этот самый... Этот прошел мимо меня. Как-то я в армии пока был. А когда вернулся, вот был как раз the game. Его я зацепили. The game по очереди этот. Да. The game по очереди. Вот его зацепил. Да. Тут совсем плохо видно. Тут Федор уже в кожаной курточке. Ну, тут да. Place game. Мимо меня. Dragon attack. Мимо меня. Another one bites the dust. Это продолжение. Ну да-да-да. Из джаза, да. Need your loving tonight. Как-то мимо crazy little thing called love. Замечательно. Как и все у Федора. Блин. Такие биньетки здоровские. Don't try suicide. Как-то не очень. Sail away, sweet sister. Coming soon и save me. Вообще как-то вот кроме пары песен вообще. Ну, вот если убрать всю историю группы Queen. Все то, что было до того. Убрать легенду Queen. Убрать название. И представить, что это первая пластинка 80-го года какой-то новой группы. Где? Вот был бы удар какой-то от этого альбома. Я думаю, что нет. Ну, какая-то песня там в хиты, наверное, попала бы. Да. Но в целом нет. Это все, это все уже... Вот убрать весь шлейф. Все те достижения, которые были раньше. И вот представь, что это первый альбом новой группы. Не уверен, что это... Только на авторитете. Стрельнуло бы. Да. Авторитет работает, конечно. Тоже, да. Слова. Что не умаляет мастерства, не умаляет качества. Там всего-всего-всего. И исполнение, и продюсирование, и всего-всего. Но вот как-то нет задора уже, запала. Вот его нету. Его нету. А вот попытка задора запала как раз в альбоме, который все ненавидят. Вот в этом. Все его не любят. А я помню, что мы как раз уже... Мы же все это слушали. Все это переслушали тоже. Все это было уже в голове. И все это начинало надоедать немножко. И когда вышел Hot Space, я помню, что мы с Андреем Пановым кстати говоря. Со свином. Стали этот альбом слушать. Ой, ни фига себе. Как-то задышали артисты. Задышали, обновились. Как-то совершенно не шибко талантливые песни. Но так интересно, так здорово. Как будто не то что второе рождение. Но как-то взяли и свернули в другую сторону совершенно. Отбросили, кстати, весь этот самый свой пафосный королевский шлейф. Вот эти все эрмитажные штучки. Никакого эрмитажа уже даже близко нет. Уже совершенно какая-то... Вот абсолютно какая-то нововолновая группа. Уже без претензий. Абсолютно. Без ничего. Просто фигак. Такой. Просто записали альбом по кайфу. Такой. С новым звуком. С новыми построениями. С новыми мыслями. С новыми инструментами. Здравствуйте. Синтезатор. И все, как ты говорил. Либо это нравится публике, либо нет. Да. В результате. Stay in power. Мимо. Dancer. Мимо. Backshot. Мимо. Body language. Мимо. Action this day. Мимо. Put out the fire. Life is real. Calling all girls. Las palabras de amor. Cool Cat. Under pressure. Under pressure. Все знают. Остальное не знает ничего. Шикарная вещь. Она записана раньше. Она записана до работы над этим альбомом. Как сингл. Она с Дэвидом Боевой была записана. Вставлена в этот альбом уже. Просто как бы естественно. Потому, что она есть. Это сингл. Который хорошо покупался. Занимал все места нужные в чартах. И его вставили в пластинку. Да. Прекрасная песня. Посвященная Джону Леннону. Изумительная. Совершенно. Кака? Ну, я забыл как она называется. Дай-ка. Смотри. Подожди. У меня не влезает обратно. Вкладочка. Life is real. Угу. Конечно. Song for Lennon. Где Маркель поет Леннон. Да я смехаю. Да я смехаю. Ага. Тоже не похоже на Квинн совершенно. Вообще не похоже на Квинн. Пластинка. И вот если бы она вышла первой. Без шлейфа Квинн. Не взлетела бы. Не взлетела бы. Но была бы очень интересная пластинка свежей новой группы. И мы бы говорили совершенно по-другому про нее. Как интересно. Какие находки. Надо же ребята. Как живенько. Новую волну взяли переделали в искусство. Надо подстраиваться. Это как когда появился стиль диско. Докатился даже до Пинг Флойда. С ума сойти вы там чему-то. Пытаетесь соответствовать. Ну так и тут наверное. Но это вообще мимо меня прошло абсолютно. Пинг Флойд пытались соответствовать. Не шибко получилось. Получился Пинг Флойд. Как ни крути. Да. Получился Пинг Флойд. Я тут на прошлой неделе прикупил книжку этого скарфа. Который мультики рисовал для стены. 24 тысячи рублей. Ничего. Я от жадности купил. Прекрасные картинки. Вот. В общем, несмотря ни на что, Hot Space мне... Ну, вы понимаете. Да. Hot Space я с большим пиететом. Ты как музыкант видишь другое. С большим пиететом отношусь. И Life is Real. И Under Pressure. Которая органично очень сюда входит. Хотя отдельно. Я говорил, что отдельно записана. Она отдельно сделана. На год раньше, чем весь альбом. Вот. Она входит сюда органично совершенно. И... Я не помню, кто так говорил. Чуть ли не Мэй говорил, что это... Или Дикон говорил, что это лучше вообще из того, что мы записали. Ну, наверное... Это, конечно, в контексте. Там... Когда и кому. И в каких... При каких обстоятельствах это интервью было дано. От этого тоже многое зависит. Потому, что человек сказал... В какой-то ситуации. В каком-то контексте. Вот это сказал. А потом пришел к себе. Я говорю... Ну, конечно... Ну, конечно... Видимо... Для себя старались. Чего не скажешь в шутейном разговоре. Да. Я так посмеялся. Следующий. Да. Следующим номером у нас... A kind of magic. После большого перерыва. Да. После сольников. Кстати, сольники. Как тебе, Меркури? Не вообще никак. Вообще никак. Ну, такая... Ну, такая попса. Ну, такая попса. Да. Причем в картине. В фильме. Богемская рапсодия. Совершенно тоже неправодоподобная история про запись этих сольников. Якобы Меркури мучился. Писал какую-то ерунду. По-моему, левой ногой все это написано. С какими-то дешевыми синтезаторами. С мюнхенской этой самой берлинской группой. В общем, полная ерунда. Писал от души. Все ему нравилось. Все было хорошо. Вот как хотел, так и делал. Никаких там особых трагедий с этими сольниками не было. Записал музыку, которая ему на тот момент времени нравилась. Никаких мучений. Да. Вот у меня первое, так сказать, что оно стремительно изготовлено. А вот я вот так умею. Да-да-да. Ну, просто попса. И как-то ничего. Никаких открытий нет. Пара песен. Living on my own. Хорошая. Ну, как-то остальное. Просто попса. Но факт тут, что никаких трагедий в этом не... Я опять третий раз повторяюсь, не происходило. Ему хотелось записать, оторваться от группы. Что совершенно естественно. Потому, что такое существование ведет к самоповторам, безусловно. Как пример, я всегда привожу группу The Rolling Stones. Которую обожаю. Я считаю лучшей группой вообще из всех существующих на свете на данный момент времени. Музыканты Роллинг Стоунс живут не то чтобы в разных городах, а на разных континентах. Что дает им возможность не надоедать друг другу. И напитываться всяким отдельно друг от друга. Да. Да. Ну, этот в свое время... Да. Это был... Вот после этого. Это был добротный альбом. Добротный. Плюс. Вышел художественный фильм. Горец. В котором фигуры... Которого я не видел никогда. И не жалей ни о чем. Если сейчас посмотришь... Я подозревал. Разобьешь башку об стол. Я подозревал, что это не очень удачная картина. Это даже не шлак. Это вообще за гранью добра и зла. Ну, видите, мы прекрасен. Собственно говоря. Когда уже плохо настолько, что становится хорошо. Там присутствовал ряд песен. Ну, тут One Vision. Забойнейшее. Так и написано. From the motion picture. Iron Eagle. То есть, это из художественного фильма «Железный орел». Я не смотрел. Kind of magic. Тейлора. Прекрасно. Это в горце. Там, когда стреляли в главного героя. Нацисты. А он упал. Там девочку прикрыл. А он говорит. Ты что живой? Как так, что ты живой? It's a kind of magic. Поскольку он бессмертный был. Вот. One Year of Love. Тоже. Оттуда же там кусочками вставлен. Ну, кстати, всегда фильмы, для которых некая рок-группа написала музыку. Это сразу фактически клеймо. Начинает с художественного фильма. Death Wish. «Жажда смерти» с Бронсоном. Третий, по-моему, был. Для которого Пейдж музыку написал. Такая херня. Это... Я бы никогда никому не говорил, что это я написал. То есть, позорнейшая такая. Но песни все равно хорошие. В кино даже хорошо вставились. One Year of Love. Один год любви хороший. Pain is so close to pleasure. Боль так близка к удовольствию. Friends will be friends. Друзья всегда будут друзьями. Who wants to live forever. Кто хочет жить вечно. Это вот как раз из этого самого горца. Вот. Give me the price. Это тема главного злодея фильма по имени Курган. Я забыл, как актера зовут. Как обычно. Не помню. Он, если смотрел побег из Шовушенко... Он там главный тюремный надзиратель. Он же там такая сволочь. В этих Starship Troopers. Как он у нас там называется. Космическая пехота. Не помню. Он там главный сержант. Колоритный юноша. С рычащим голосом. Отличный дядька. Курган. Don't lose your head. Не теряй голову. Princess of the Universe. Ну. Тех же щей. Только гуще влей. Никого ничем не разочаровало. Забойнейшие песни. Все круто. Саблями рубят железо какое-то. Они мне нравятся всегда. Нравились и нравятся тем, что они люди очень легкие. В смысле творчества. Опять же возвращаясь к словам Меркурия. О том, что мы не творим на века. Просто очень легкие в написании очень хороших песен. На самом деле. Повторы, не повторы. Абсолютно не важно. Вообще никого не волнует. И, кстати, с Кабалье. Как тебе нравится работа? Никак. Одну песню. Блин. Меня когда-то музыки учили. Кабалье петь умеет. Вот-вот. Теодор на ее фоне. Но как-то странно. Ты знаешь. Восток есть восток. Запад есть запад. Вместе им не сойтись. И рок-певец с оперной певицей вряд ли в дуэте хорошо воспринимается. Хорошо воспринимается. Прекрасно. Но вот вместе со специалистом... Но при этом легкость в жизни и в искусстве и Кабалье, и Меркурию. Да. В этом единственный кайф этой записи. Потому, что Кабалье послушала Меркурию. Она же сказала. Да. Здорово. Давайте запишем. Давайте споем. И кайф. Получилась странная вещь. Очевидно совершенно, что эти два голоса не туда. Вообще никак не бьется. Для меня, во всяком случае, зачем вы это делаете? Не туда, не сюда, что называется. Как нечто праздничное. Вот у нас тут Олимпийские игры. Барселона. Это круто. Получилось нечто праздничное. Да. Эту песню... Я был в Барселоне. И там на открытии, когда там по вечерам эти фонтаны включаются... Да. Звучит вот эта песня Барселона. Кабалье и Меркури. И фонтаны отличные. Всем нравятся фонтаны. Там толпа на розовом на лестнице сидит. Там красота. Все здорово. Вот для этого, как такая оформительская вещь праздничная, отлично. Как произведение искусства, конечно, никуда. Никуда. Но, видишь, Кабалье хороша тем, что она легко в это вписалась. Ей понравилось. Ой, здорово. Тут мне сразу на ум приходит известная музыкальная шутка. Голос у вас небольшой, но достаточно противный. К сожалению. Так-то он же прекрасно. Сам по себе поет прекрасно. Но вот на фоне специалиста как-то... Не то, что меркнешь, а мама. Зачем вы это делаете? Все равно клево. Все равно было интересно. Все равно здорово. Нет. Это показатель той... Как раз... Это же абсолютно не коммерческая вещь. Потому, что ну куда? Да. Что? Это просто по кайфу, что называется, сделано. Очень хорошо. При этом люди еще и покупали потом. Да. Тоже приятно. Мелочи приятные. Да. И вот. А это пошел уже серьезно. Миракл. То есть... Уже пошла серьезно. Туда. Да. Уже пошла серьезно. И пошла очень интересная музыка уже совсем. Вот здесь как раз уже все изменилось. Группа стала совершенно другой. Да. Совершенно другой. Совершенно с другой подачей. С другим настроением уже. И... И тут... Да. Все так по-настоящему как-то. Уже игры закончились. С шедеврами тут. Все хорошо. Пати. Ну, не очень. Хашоги с шип. Хашоги – это адский миллиардер. Раньше миллиардеров было сильно меньше. Да. Их знали по пальцам там пересчитать. Корабль Хашоги – это что-то невероятное было. Собственно, The Miracle. Неплохая. Да. I want it all. Прекрасная. Invisible Man. Отличная. Breakthrough. Отличная. Тейлоровая. Да. Забойная такая. Rain Must Fall. Хорошая. Scandal. Замечательная. My Baby Does Me. Даже вспомнить не могу почему-то. И Was It All Worth It. Оно того стоило, так сказать. Тут уже философия какая-то проклевывается. Очень удачная столь. Очень удачная столь. Пластинка. Очень милая. Слушай, все такие молодые. Молодые, но насколько уже мощные. Насколько крутые. Насколько они, конечно, были мастера. Прохаванные. Прохаванные. Хуже. Все знают. Все умеют. Тут совсем другое. О, смотри-ка ты. Отдельное спасибо. Клод Нобс. Клод Нобс. Клод Нобс. Машинхет. Там мир-то очень тещен. Ты постоянно кого-то встречаешь. Людей, которых видел в других местах. Тогда Википедии не было. И так все помню. Ой, как было хорошо. Когда не было Википедии. Здорово. Когда не было соцсетей. Как было прекрасно. Соцсети омерзительные. Я надеюсь, они все подохнут. Или хотя бы изменят свое мерзкое существование. Хотелось бы вообще их, конечно, избежать. Это тоже, кстати, забавный момент. Я помню, народ смеялся. А зачем тебе сайт? Зачем тебе сайт, когда появились соцсети? Там все в десять раз лучше, чем на твоем дурацком сайте. А вот все ваши соцсети раз и исчезли. Сайт как ходила. Сто тысяч сутки. Так и ходит. С чем вас? Поздравляю, блин. Ну и финал. Классинка, которую я слушаю чаще других, наверное. Не из-за того, что она трагичная. И Меркьюри помер. А из-за того, что просто великолепная музыка здесь. Да. Но грустная. Грустная, да. Но настолько сильная. Настолько интересная. И Стив Хау здесь играет. Ведь гитарки немножко. Ну и помимо Стива Хау здесь достаточно много всего. И абсолютно не коммерческий альбом. Если говорить о музыке. А песни известнейшие. Ничего коммерческого здесь даже близко нет. Настолько серьезный, настолько глубокий. Его можно сравнить со вторым Квинном, наверное. Ну, второй Квин – это такой фэнтези, сказка. А здесь все про реальность. Ну, так же сложно, так же, в общем, глубоко. И картинка хорошая. Хорошая какая. Да. Такая туба на лапках. Я помню, мы с Андрюшей... А тут уши сидят, слушают. С Андрюшей Стругацким мы как-то... Когда эта бластинка вышла, мы ее приобрели. Не помню, кто из нас ее приобрел. Я помню, что мы с Андрюшей сели, накупили пиво. Очень много. И слушали раз пять подряд, наверное, этот альбом. Просто пья пиво. Погружаясь в эту музыку. И как бы... На следующий день я от него уехал домой. Вещь. Ну, и Ньюэнда прекрасная. Ньюэнда вообще. Вообще сильнейшая. Задает. Как там... Ковер задавал тон. Весь комнат. Всей комнате. И тут задает тон. Отлично. I'm going slightly mad. Ну, тут уже... Видно, Федор последние дни доживал. Совсем печально. И в клипе он уже там совсем худой. Да. Заштукатуренный. Видно, человеку не хорошо. Очень хорошо. Мне очень нравится эта песня. I'm going slightly mad. Великолепная. Очень хорошая. Headlong. Это явно Тейлор написал. Забойная. Она мне не очень. I can't live with you. I can't live without you. И с тобой не могу. И без тебя никак. Про любовь. Ride the wild wind. Великолепная. All God's people. Все божьи люди. Замечательные. These are the days of our lives. Это про молодость с печалью. Федор тоже вспоминает. Дилайла. Это про его любимую кошку. Мияу. Мияу. Отличная, да. Don't try so hard. Не старайся так сильно. Вообще грусть грустная. Грусть грустная. Да. Грусть грустная. Но очень музыкальная. Она очень осмысленная такая пластинка вся. Очень тщательная. Хотя у них как бы все тщательно. Но тщательно очень рок-н-рольно все-таки. В первых 5-6 альбомах все так немножко. Немножко так все очень свободно. А здесь прямо все филигранно чистенько сделано. The Hitman. The Hitman. Как-то мне не очень. Биджу. Биджу. Это безделица. Безделушка. Откуда происходит слово бижутерия? Бижутерия. Каким бы странным не показалось. Ну, и The Show Must Go On. Это вообще. Лебединая песня фактически. Так прям... Он явно знал. Ну, он знал, да. Никому не говорил. Но, в общем, как бы сам-то... Ну, там-то уже все, видимо, врубались. Что там это последнее и дальше ничего не будет. Поэтому так круто и получилось. Прочувствовано. Он совсем незадолго до смерти же сказал. По-моему, про Эну Мэй он сказал. Ну, всем же видно, что с тобой происходит. Не знаю, ты там на три кило похудей. И то все сразу в глаза бросаются. А так-то видно, да. Ну, с другой стороны, они англичане. Там все друг друга. Ну, да. На дистанции какое тебе дело до того, что происходит. Лично у меня национальная особенность. Очень жалко было, когда помер. Альбом вышел. Вообще атомная бомба. Он настолько замечательный. Очень круто. Очень. Его тоже регулярно слушаю. Вот он хороший. Я его слушаю чаще остальных. Я повторюсь. Не из-за того, что там как бы я слезы утираю. По музыке мне очень нравится. Очень сильный. Очень взрослый. Ну, понятно, что взрослые уже. Как бы они, да. Конечно, интересно. Да. Как всегда было бы интересно. Было бы старше. Что бы еще сочинили. Но, увы. Больше уже не сочиняют ничего. А вот «Made in heaven» я не слушаю. Мне его не интересно. Аналогично. Не интересно. Была там одна, по-моему, песня. «You don't fool me». А больше мне чего-то ничего. Мне не нравятся искусственные вообще вот эти все альбомы. И «American prayer doors». Я не слушаю тоже. Как говорил наш прапорщик. Что ты тащишь, как мертвого за половой орган. Ну, да. Вот оно и есть. Не надо. Не надо. Ну, кому-то может интересно. Я равнодушен. Всем настоятельно рекомендуем слушать. Очень удачные пластинки. Очень удачные. Да. Кому интересно. Я не знаю. У меня там штуки четыре книжки, наверное, есть. Про, так сказать, группу. Про Федора. Там «Забыл», как называется. Тот такая с шариками на обложке. Там, естественно, гомосексуализм. Главнее темы в творчестве нет. Я как-то не замечал никакого воздействия. Но там это... Ну, это уже раздуто так, конечно. Потому, что Меркурий, он же был не такой уж прямо радикал. Как показано в фильме. Би. Да. У него и женщины, и мужчины. И с теми, и с другими. В целом, нам это вообще не интересно. Вот, кстати, настолько характерный пример, что когда слухи докатились. И при всем отношении к гомосексуализму среди советских условно подростков все пожали плечо. Ну, и что? Хотя другого загнобили бы просто талант. Как ни крути. В общем, книжки есть. Книжки почитать. Рекомендую. Но при этом не настолько он был, я повторюсь, погружен в эту тему. Так сказать. Он все-таки... Все-таки женщины у него были. Да. В большом количестве. В книжках там раскрыто просто все. Начиная с того, как какого там охотника, я уж не помню, в Африке укусил шимпанзе. Что он там этот спид потащил. Какие там стюарды летали на самолетах. На съезды гомосексуалов. Как это там распространялось. Ну, чисто познавательно. Я такого не знал. Например, там это развернуто. Вот мама не горюй. Интересно. Познавать. Ну, на мой взгляд, к музыке никакого отношения не имею. Никакого. Но люди, которых интересует размер ботинок, цвет рубашки и всякое такое, читать можно смело. Эх! Детство золотое. Спасибо, Алексей. Спасибо, что встретились. Спасибо. До новых встреч. Слушайте группу Квин. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok